Большой-большой привет вам, дорогие мои подписчики и гости моего канала. С вами Людмила Батакова, и если вы еще не мой подписчик, обязательно им становитесь. А сегодня я хочу вам рассказать о наших помощниках, помощниках нашей семьи для самого большого, самого надежного витамина красоты и здоровья. Это для сна. Начать я хочу именно с подушек, о которых я вам уже рассказывала, записала целое видео. Оно действительно того стоит, чтобы обратить внимание на эти подушки еще раз. Вот здесь будет видео прошлое, первое, которое я записывала. Обязательно его посмотрите. В этом видео, кстати, я забыла вам кое-что сказать, скажу сейчас. Мирий Данисий подушки Дании, которые производятся в Италии. Более двух месяцев, мне кажется, мы уже спим на этих подушках. И я хочу дополнить тот свой отзыв, потому что время есть время, и оно никак не отразилось на подушках негативно. Не вижу я здесь ни перьев, ни пуха, ничего через эту ткань плотную не проникло. Спать на подушках одно удовольствие, потому что они анатомически, они учитывают форму строения человека. Это подушка моего мужа. Моя же подушка, она учитывала то, что шея у меня длинная, а плечо маленькое. И там есть специальные размеры для длинной шеи, для короткой шеи, для высокого плеча и для маленького плеча. Подушка, смотрите, ну никак не изменилась за это время. Она как новенькая. Это при том, что все-таки никто не убирал ночную потливость, которая особенно после 50, чего уж там, говорите, присутствует. Смотрите, это она удалось добиться за счет вот такой налочки. Достаточно плотная, но мягкая. И она собирает влагу, абсорбирует влагу. Прекрасно стирается. Ничего с ней не происходит. Нет никаких запахов. То есть здесь специальные материалы, которые способны удерживать и влагу, и запахи. Великолепная вещь. Я вам хочу сказать, что вот с момента первой, той самой ночи, которую мы спали на этих подушках, вот я вам скажу так, я больше ни разу не просыпалась с болью в шее и головной боли. Потому что во время сна, если ты спишь правильно, есть у тебя правильное положение головы и плеча всего тела, кровообращения нормальные, и нет спазмированных мышц, нет неправильных положений, то утром ты просыпаешься со свежей головой. Никаких болей. Если по-другому, то это всегда заканчивается головными болями. В общем, я просто несказанно довольна и счастлива, что есть такие подушки теперь у нас есть, и что есть такие наволочки, которые помогают очень комфортно спать. Я очень давно хотела купить льняное белье, и нигде не могла найти стопроцентный лен. Везде было, даже при том, что указан стопроцентный лен, всегда добавлено было какое-то немножко синтетики. И вот в этом магазине, по имени Данесси, я нашла льняные наволочки и поддеяльник. Смотрите, это чистый стопроцентный лен цвета. Натурального, льняного. Здесь есть такие валаны на наволочке, они сделаны. Потом на картинке покажу, будет красивее выглядеть. И здесь есть вышивка, прекрасно дышит. Можно прям лицом туда откнуться и спать. В общем, великолепная, приятная ткань. Есть в магазине, кстати, лед белого цвета, он выбелен, но мне хотелось именно натурального цвета. Ну, в общем, сплошные только хвалебные оды, потому что это настолько важно просыпаться в здравии, просыпаться с хорошим настроением, что я очень-очень довольна. Кстати, в прошлом видео забыла вам сказать, что хозяйка этого магазина, она предложила всем моим подписчикам 10% скидку. Когда вы будете что-либо для себя покупать, введите промокод Людмила, вот он написан сейчас, да, Людмила, латиницей Лудмила. И 10% скидку вы получите на любую вашу покупку. Так что пользуйтесь этим обязательно. Хорошо, что есть такие магазины и хозяйки, которые делают нам такие подарки. Второе, второе это вентилятор. Я помню, как мне позвонили телефон, начали предлагать какие-то там штучки, вот сейчас жарко, вот надо было, может быть, кондиционер. Там вдруг женщина говорит, там в том конце телефона, говорит, у нас есть вентилятор. Дома, о, еще вентилятора мне не хватало дома. У него 5 функций. И вот она начала называть функции, там есть и охлаждение, это как бы орошение, там есть и ароматизация. О, мне уже показалось интересной ароматизацией, это я люблю. И там есть таймер, думаю, ну хорошо, и таймер есть. И антимоскитная система, думаю, уже очень интересно. И она говорит слово, которое просто поставила жирную точку, я решила, нам это надо. Она сказала, ионизация воздуха. Ой, как мы любим ионизацию воздуха. Просто вам даже не передать. В общем, купили мы этот вентилятор Ровус. Красивый дизайн, изящный, стоит такой весь приталенный в уголочке нашей комнаты. И мы теперь не представляем себе, как уснуть без него. Вентилятор, вот так он выглядит, изящный такой стоит, красавец. Вот я сейчас на пульте нажимаю включение, пошло крутиться. Это самые маленькие обороты, и то очень даже чувствуется, сразу пошла прохлада. Вот электронное табло, здесь есть температура сейчас 25. Крутится вентилятор. Сейчас я включу ионизацию, дистанционно. Появился значок ионизации. Вот здесь есть таймер. Могу сейчас его включить. Появится вот, один час. Вот, увлажнение. Здесь есть все, можно управлять прямо на нем, а можно с пульта управлять. Он на колесиках, крутится, можно его перемещать. Видите, звук у него такой, слабенький. Сейчас вращение, тут сейчас у него пойдет на 180 градусов. Прохладно, хорошо. В общем, такая дизайнерская разработка у него. Вот эта трубка, она для того, чтобы, смотрите, с этой стороны есть емкость специально, вот здесь находится. Можно добавлять сюда воду или лед. Сейчас не буду открывать, закрытый. А вот здесь, здесь специально есть для того, чтобы аромамасло. Вот, добавлять можно сюда аромамасло. И будет еще и ароматный. Мы очень довольны им. И тем, как он выглядит, и тем, как он работает. И за примерно один час он понижает температуру на градус, иногда на два градуса. Что тоже очень важно. Но главное, вот эта ионизация. В общем, мы довольны этим прибором очень-очень. Ну, также дистанционно его можно выключить. Вот этот маленький пультик работает прекрасно. Хорошие вещи рекомендую. Он действительно и охлаждает за счет вентилятора самого. Даже если в комнате тепло, воздух дует прохладный. Три у него режима вентиляции. Ионизирует. Он реально увлажняет и охлаждает. Но если положить лед в специальную емкость, если в воду, а зимой надо увлажняться, то это прекрасное такое вот тонкое распыление, при котором воздух влажный, а вся мебель, да, там все полы остаются сухими. И действительно есть опция антимоскитная. То есть он будет притягивать к себе москитов. И сейчас перед сном я включаю вентилятор, ставлю ионизацию. И вот он гоняет в комнате этот воздух. Открываю еще окно. Гоняет этот воздух, ионизирует. И мы приходим. У нас уже комната подготовлена ко сну. Правда, идеально спать, когда в комнате 19 градусов. Вот летом не получается. Все равно выше температура. Но тем не менее, по крайней мере, вот эта вот ионизация, она очень чувствуется. Хороший, свежий, нормальный воздух на наших шикарных подушках. Мы засыпаем, просыпаемся утром. Ну вот реально мы высыпаемся, и выглядеть мы стали иначе сможем. Вот что правда, то правда. Номер три, ну не то чтобы прям сильный-сильный помощник. Но я заметила, что вот этот массажер, кстати, его рекомендовала Елена Пятибрат, о которой я вам тоже часто говорю. Если вечером я делаю массаж шеи, очень простой, силиконовая вот эта здесь часть, вот просто я про, знаете, так уверенно, но плотно, так уверенно, плотно, с нажимом. Я делаю массаж шеи, а потом массирую здесь вот плечи, потому что плечи-то наши, они в процессе жизни уже стали такими, подпрыгнули, стали костенелыми. То есть спазмированные мышцы, все это там таким комком, узлом таким не дает нормального кровообращения проходить. И из-за этого все наши проблемы шеи, головные боли и раннее провисание кожи. Поэтому перед сном я делаю такие массажики, массирую себе здесь плечики. И вы знаете, гораздо лучше засыпается. Этот маленький помощник, знаете, может так стоять, он может висеть. Его можно удлинить, правда, один раз мы удлинили, а сложить уже не могли, но Алиэкспресс есть Алиэкспресс. Но в целом вот эта вот, вот эта вот часть именно с пупырышками, не гладкая, а с пупырышками, мне очень нравится. Я так промассируюсь и чувствую, что кровообращение нормализуется, и я готова спать. Очень многие говорят, что никаких массажей на ночь делать не надо, но это моя такая тонкость. Вот мне это очень помогает. Я сразу расслабляюсь вся. Вот потому что, когда я напрягаюсь, у меня плечи прям подскакивают, сразу станут вот такие, шеи сжимаются. Вот я это делаю уже автоматически. Это за жизнь так привыкла моя система костно-мышечная. Поэтому приходится расслаблять, чтобы нормально отдыхать, нормально спать. И номер четыре, это то, о чем часто вы меня спрашиваете, это лежание на коврике, на валике. Это вообще систему придумал японский врач Фукуцудзе. Вот это упражнение, оно исправляет скелет и разбивает зажимы соединительной ткани. Ну то есть идеально получается то, что нам надо, как и здесь. Нужно убрать все зажимы, нужно, чтобы тело привыкло к нормальному новому положению. Чтобы это сделать, нужны действительно упражнения. Мне оно тоже стало помогать хорошо спать. Дело в том, что я вам рассказывала, что мы с дочерью ходили на айнгард-йогу. Это не та йога, при которой ты там сидишь и медитируешь. Это йога, которая направлена как раз-таки на работу с телом. Выравнивание скелета, убирание вот этих спазмированных мышц. То есть бывалые йоги на айнгард-йоге, в принципе, не справляются, не выдерживают. Когда первый раз нам предложили это упражнение, но оно было другое. Нужно было такой деревянный кирпич, примерно вот такой высоты, нужно было его поставить и лечь на него. То есть жесткий кирпич, который прямо тебе впивался в поясницу на уровне пупка. И нужно было так пролежать три минуты. Это было больно, но после этого я поняла, что тело у меня реально все расслабилось. Я так хорошо спала, и после каждого занятия айнгард-йогой я очень хорошо спала. Но не только из-за этого упражнения, а просто из-за того, что все спазмы прорабатывались. И когда я это упражнение увидела в интернете, я поняла, что дома тоже можно это делать. Тем более, что оно все-таки не такое жесткое, как на айнгард-йоге. Нужен коврик или, может быть, на полу, но это должна быть именно жесткая поверхность. Валик я его скатала просто из полотеней. Ложишься на этот валик на уровне пупка, ни выше, ни ниже. Ноги выпрямляются и делаешь косолапыми ножки. Соединяешь большие пальцы. Руки соединяются на уровне мизинца и запрокидываются за голову. И в таком положении нужно лежать 5 минут. В принципе, если вы не привыкли, если вам некомфортно, 2-3 минуты. И вот так нужно постепенно лежать. Сначала будет неудобно, некомфортно. Потом все больше и больше тело будет растягиваться и выравниваться. Сразу хочу сказать, что на айнгард-йоге те, у кого проблемы со спиной, они ложились просто без вот этого кубика деревянного. И если, допустим, у вас тоже есть проблемы со спиной, то, как нам рекомендовали на айнгард-йоге, не нужно ничего подкладывать под поясницу. Просто ложитесь, вытягивайте руки, ноги так, как вы можете, и полежите так хотя бы 2 минутки. Ничего не надо делать очень так мощно. Я почему так рассказываю? Потому что я-то лежу уже и 5-7 минут могу полежать. И мне это большой кайф. Но когда я начинала, вот мое травмированное плечо тоже не давало мне не выровнять руки. То есть приходилось подстраиваться. И даже моя выгнутая спина, она тоже говорила, ой-ой-ой, что-то там как-то больновато. То есть со спиной не шутите. Конечно, нельзя просто так взять и лечь. Это нужно знать себя. Или спросить у вашего врача, можно ли вам делать такие упражнения. Вот, поэтому здесь осторожно. Ну вот я просто вам рассказываю про себя. Вот мы с мужем делаем такие упражнения. И, вы знаете, стараемся не идти спать, пока мы не сделаем это упражнение. После этого упражнения я еще делаю собаку. И, вы знаете, лежишь себе просто ни о чем не думаешь. Какой-то там неги эти 5 минут. Желательно ни о чем не думать, действительно. В какой-то момент начинаешь зевать, а разевываться. Это очень хорошо. Это смена энергии. То есть это очень хороший знак. И когда вот я выхожу из этого состояния, и выходить из него нужно тоже очень нежно. Очень-очень. То есть нужно беречь каждую косточку, каждую мышцу, каждую фасцию. И поворачиваясь, делаю собаку, у меня прямо из глаз 2-3 большие капли слезинки вытекают. Это, ну, наипрекраснейший знак того, что нервная система расслабилась, спазмы ушли. И сон будет действительно хороший. Буквально там 15 секунд с собаки, кто сколько может. У меня еще она идеальнее получается, но и все, и можно идти мыться и спать. Сон будет хороший, прекрасный. То есть, когда ты отходишь ко сну, все должно, то, что было днем, остаться в этом дне. А на сон нужно приходить очень сознательно. Такие упражнения, вот такие помощники очень-очень помогают нам за эти несколько часов сна и подготовки ко сну полностью восстановиться для того, чтобы утром опять иметь силы, чтобы делать, действовать, работать, жить полноценной жизнью. И я хочу вам сказать, что я бы сегодня не убрала ничего из того, что я сейчас вот вам говорила. Я очень рада была сегодня поделиться с вами своими, назовем так, анти-эйдж ночными помощниками и помощниками для нашего сна. Мне очень приятно будет, если вам это видео понравилось, и вы поддержите его пальчиком вверх, обязательно пишите, что вы делаете для хорошего сна, для полноценного сна, для того, чтобы во время сна не терять энергию и здоровье, а наоборот их приобретать. Очень-очень рада буду вашим комментариям. Подписывайтесь на мой инстаграм, обязательно. Делитесь этим видео в соцсетях, чтобы другие люди тоже могли воспользоваться этой информацией. Ну, а на сегодня все. Я очень рада была с вами встречаться. Как всегда, желаю вам всего самого хорошего. Дарите мир и любовь, и мир ответит вам тем же. Ну, а с вами была Людмила Батакова. Пока-пока! Ну, а с вами был Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok